всем привет с вами кирич блог и сегодня я словам анбокшер сегодня у меня вот товарищ из магазина электронный мир tp link tl vr 841 поэтому все-таки решил сделать обзор во первых сделать обзор как что себя представляет коробка что из себя представляет комплектация и уже затем крайнем случае настройка несмотря на то что на упаковке четко написано простая настройка надо сделать так чтобы ваш вайфай был вашей крепостью и это надо сделать таким образом чтобы это было не на словах маркетинга а именно в действительности ну что приступим к ножевым работам будем вскрывать на устройство предоставляется два года официальных гарантий в том числе если вы магазин получаете стоимость зачастую в основном рекомендованной поэтому искать в других магазинах есть но вот например в электронном мире есть специальная партнерская программа по которой я купил этот давай чуть чуть дешевле официальный ввоз официально то есть что четко указано на наклейке вводится через официального импортера типа link ukraine и собственно на упаковке на упаковке у нас собственно информация о том что поддерживает этот роутер у него две антенны на 5 cbl у него четыре порта fast ethernet это не гигабит ethernet конечно но вы не забывайте что этот девайс стоит всего лишь пол тысячи гривен то есть это не так не так уж и дорого аппарат в принципе нареканий изначально не вызывал но мы вот решили то есть посмотреть что то что вот новый теплый нам предлагает собственно вот его логотип уже если нужно то пошло процент 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 открываем коробочку здесь для для этого устройства есть специальное приложение под названием тезер которая позволяет настроить его даже с мобильных устройств ой что это у нас полетела у нас здесь деклала декларация про вид поведенность вымогам техничного регламента то есть этот товарищ у нас соответствует дсту сорок четыре шестьдесят семь 2005 года то есть соответствует фактически гостом гарантийный талон но нам у нас не запомнил потому что в принципе сразу же авторисована реселлеры и у нас есть другой эталон на него дальше пик стал ашин гайд который кстати между прочим насколько я понял очень короткий дальше эта бумажка по соответствии европейским стандартам у у нас бумажка про саппорт дальше руководство по быстро настройки на русском языке в виде вот такого огромного и собственно под этим всем красуется с новым логотипом что мы здесь имеем кроме него давайте посмотрим то есть вот у нас сам роутер антенны стали значительно длиннее мне кажется здесь у нас кабель питания и у нас кабель сетевой все больше ничего коробки нет здесь у нас питание традиционный 9 вольт 06 ампер то есть в принципе для теплинков это стандарт да именно собственно брендовый давай 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 вот собственно его характеристики и мы сейчас его попробуем включить так ну сначала мы достаем здесь две изолированные сразу же установлены антенны как и говорилось уже на 5 децибел ну пока я тоже снимать не буду реально выглядит он просто огромным то есть я не я честно говоря не ожидал меня просто здесь вот рядом для сравнения зиксели и у него антенна ну наверное раза в два короче чем у этого товарища просто вот в два раза к сожалению тут надо еще попытаться влезть чтобы это влезло вам на камеру чтобы вы могли увидеть вот индикация по сравнению с предыдущими модельками не изменилась то есть здесь четыре порта вай фай отображение интернета и блокировки у нас да да кстати нужно все-таки сразу же намекнуть о том к тем кто решил его установить по портах вот в этот порт мы вставляем собственно наш приходящий интернет который мы подключаем от провайдера а вот в эти порты собственно ваше домашнее устройство то есть там например компьютер или игровую приставку или крайнем случае если уж вы вот такой вот бодрый товарищ вам не хватает вай фай еще можно ноутбук прицепить мы берем включаем пауэр нажимаем на кнопочку он офф здесь второй стороны у нас есть две кнопки vps reset и включение выключение вай фай дальше у нас начинает включаться честно говоря индикация я бы не сказал что слишком заметная то есть в ночью он вам не будет бить по глазам можно в принципе его принципе как ночник он даже не не будет использоваться сейчас я конкретно чтобы проверить данный агрегат к внешнему интернету здесь обратите внимание что все порты сделаны изначально под fast ethernet то есть даже под лишние разъемы у вас даже нету пинов то есть они не выведены кабель кабель кстати при чем при этом при всем комплекте идет полностью гигабитный можно его гигабитному роутеру подключать но вот этот товарищ у нас конечно подключается вот таким вот элементарным образом вот он уже принципе получил интернет можно в принципе попробовать приложение тезер но я его вот такой вот у нас роутер ничего особенного ничего нового но из исключения того вот этих огромнейших огромнейших антенн которые кстати сразу же идут в комплекте не съемные а я я Продолжение следует...